Приветствую дорогие зрители! В этом обзоре я хочу познакомить вас с одним умным ZigBee реле. Особенность его заключается в возможность работы в диапазоне обнажения 7-32 Вольт, а также наличие сухих контактов и модуля связи 433 МГц для подключения дистанционного пульта управления. Давайте рассмотрим все возможности этого реле, попробуем сценарий автоматизации и проверим, как устройство пробросить в умный дом Home Assistant. Я уже делал умные ворота, пришлось сделать умную калитку, вот в этом мне как раз и пригодится это реле. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы мне пропустить новые видео по теме умного дома. Реле я осознанно выбрал с диапазоном питания 7-32 Вольта, так как на электрозамок калитки как раз и приходят 12 Вольт. У продавца также есть питание 220 Вольта, а также можно найти Wi-Fi версию реле. Комплектация у подобных устройств простая. Реле и инструкция. Инструкция на китайском и английском языке, все в целом понятно и по картинкам. Реле продается как в виде отдельной платы, но можно купить вместе с корпусом, что я и сделал. Размеры реле в корпусе 72, на 45, на 299 мм. В верхней части наносены характеристики питания реле, а также что максимальная нагрузка на управляющие реле может быть не более 10 А, это получается 2200 Ватт. Рядом находятся две кнопки управления. Верхняя кнопка переключения режимов работы, нижняя – ручное включение, выключение подключенной к реле нагрузки. Она же кнопка сброса при длительном удержании. И также кнопка добавления и удаления пульта 433 МГц. Питание реле можно организовать через microUSB порт, расположенный в правой части реле. То есть, напряжение уже становится 5 В и от 7 до 32 В постоянного или переменного напряжения. Это, согласитесь, достаточно удобно, особенно в случае, когда реле будет работать со слаботочным оборудованием. Захотели – взяли 12,24 В с блока питания, нет, подключили любое зарядное от смартфона до 1 А и подключили реле с помощью microUSB кабеля. На другой грани находятся клеммные колодки подключения питания и реле, а с другой стороны клеммы для подключения нагрузки к реле управления. Я рассказывал про принцип работы нормального закрытого и нормального открытого контакта. Если вкратце, между контактами NO и COM в выключенном состоянии цепь разомкнута. При подаче питания на реле цепь замыкается. Между COM и NC напротив цепь замкнута. При подаче питания цепь размыкается. То есть можно как подключить, допустим, лампочку, подключив на COM фазу от розетки, а на NC фазовый провод, идущий к лампе. Так можем просто коммутировать устройство без питания. Как пример управление электрическим котлом, где котел включается, когда замкнуты контакты на плате, а выключается, когда контакты разомкнуты. При этом на замыкающих контактах никакого напряжения нет. Поддеваем нижнюю крышку и отщелкиваем ее. В целом, благодаря наличию четырех небольших выступов, мы можем смело крепить крышку реле к поверхности даже саморезом, а потом уже защелкнуть реле. Если вы берете опцию без корпуса, то вам придет вот такая вот плата. За умность устройства отвечает ZigBee модуль использованной посередине платы, а между клеймниками подключения нагрузки и питания расположилась антенка 433 МГц. За коммутацию отвечает реле с аунглой с максимальным током 10 А, не смытого флюса нет, пайка нормальная. Контакты от реле на плате подписаны. Само устройство изначально настроено на толчковый режим работы. Это когда реле замыкает или размыкает контакт буквально на одну секунду. Этот принцип работает в приводах откатных порог. Замкнули контакт на секундочку, ворота начали открываться. Замкнули повторно, стоп, еще раз ворота на закрытие. То же самое с электромеханическим замком. Стоит на одну секунду подать на соляное 12В напряжение, электромагнит втянет удерживающие штифты и замок откроется. Я подключаю реле в разрыв фазного провода лампы, чтобы показать индикацию работы. Можно управлять реле в ручном режиме. По умолчанию установлен так называемый толчковый режим. Включаем реле второй кнопкой и через секунду оно выключается. Повторяем опять. Одна секунда и реле выключилось. Переключаем режим работы первой кнопкой. И вот как мы видим, реле включилось и работает. Выключаем, реле выключилось и лампа выключилась. Переключаем режим работы первой кнопкой. Теперь включаем реле второй кнопкой. Как видим, реле включилось и будет работать до тех пор, пока я опять не выключу его. При смене режима работы мигает синий светодиод. А светящаяся краска указана на том, что реле сейчас включено. Но еще и дополнительный плюс проразит в том, что после отключения электропитания выбранный режим не сбивается. Вот я выбрал постоянный режим работы. Выключаю и включаю реле. И как видите, режим сохранился. Переключаю реле в режим одной секундной работы. Включил, реле выключилось. Повторим. Проверим. Включил, реле выключилось. Переключаю на постоянный режим. Как видим, все окей. Режим не сбивается и это очень важно в работе автоматизации вашего умного дома. Давайте посмотрим, что наше реле может в приложении TUESmart. Скачиваем, устанавливаем его. Переводим реле в режим сопряжения. Для этого удерживаем кнопку спаривания в течение 5-8 секунд, пока светодиод индикации не начнет моргать красным. В приложении TUESmart жмем добавить устройство и ждем. По идее появится само. Если не появилось, то выбираем розетку Zigbee или другое устройство и следуем инструкцией на экране смартфона. Вот мое устройство появилось и его можно при необходимости переменовать. С главного экрана мы можем видеть состояние нашего реле, включено оно или выключено. Также мы можем включать или выключать реле нажав на небольшую иконку. Отработка происходит моментально. Причем не важно, находитесь ли вы в общей домашней сети или за десятки тысяч километров от дома. Вот пример работы вне домашней сети, а через мобильный интернет. Как видим, также без проблем все включается и переходим внутрь плагина. Тут одна кнопка управления и индикации работы реле. Выключаем, кнопка перестает подсвечиваться и статус изменяется на OFF. Включаем, подсвечивается и статус ON. Если реле включить вручную, то статус изменится на актуальный включено или выключено. В реле предусмотрено большое количество различных таймеров и расписаний режимов работы. Таймер обратного отсчета, расписание работы, когда реле включено, а когда выключено. Режим циркуляции, сколько реле должно быть включено, а сколько выключено. Даже случайный режим работы тоже есть, но меня интересует больше толкательный режим. Перейдя в него, мы можем установить включение реле на одну секунду, после чего оно отключится. Так как я хочу управлять электрозамком, то мне и нужен этот режим подать на замок импульс 12В очень кратковременно. Вот так это проработает на примере лампы. Настроек немного, но они есть. Первое и полезное – это как себя поведет реле после отключения питания. Включится, выключится или запомнит последнее состояние. Этот параметр считаю важным и он как раз выбран по умолчанию. Следующая настройка – это настройка типа переключателя. Ну, совсем не понятно, зачем это здесь настройка, так как к реле нельзя подключить внешнее управление, а именно выключатель. Я оставляю этот режим по умолчанию. Также реле поддерживает групповой режим работы, а значит может управляться умной кнопкой напрямую, миную ZigBee шлюз сервера Tuya. Версия ПО на момент обзора 1.08. По сути и все. Давайте посмотрим, что реле может в плане автоматизации и сценариев. Допустим, при изменении температуры на улице. Пусть будет меньше 15 градусов. И будем, допустим, включать инфракрасный подогрев. В сценариях нам доступно включение, выключение и также можем изменить статус. Кроме этого можно сделать таймер обратного отсчета, но мне кажется это проще сделать через автоматизацию, добавив время задержки. Все, довольно простой реле. Основная задача коммутировать подключенную нагрузку или замыкать контакты без нагрузки. Попробуем подключить реле к умному дому Home Assist. Сначала буду использовать интеграцию Tuya Smart. Приходим в Home Assist и обновляем устройство интеграции в Tuya Smart. Далее переходим внутрь и находим наше реле. Как мы видим, мы можем управлять реле, смотреть журнал событий и из настроек тут только помнить ли последнее состояние, насколько я это вижу. Запоминать последнее состояние нашего устройства. Можем добавить на панель, добавить на панель. Вот наше ZigBee, статус изменился и историю мы тоже все это видим. Давайте попробуем это сделать и через подключение к собственному ZigBee координатору и пробросить кнопку через ZigBee TMKTT. Для этого удаляем кнопку из приложения Tuya Smart и переводим ее в режим сопряжения. Включаем поиск устройств и через некоторое время устройство будет найдено и опознано системой. устройства. Вот все объекты, которые система у дома Home Assist получает от нашей реле. Слышите, реле клацает. Из настроек последнее запоминается состояние предыдущее. Можно установить выключено или включено после пропадания электроэнергии. Но реле может работать с пультом дистанционного управления на частоте 433 МГц. Это тоже удобно, т.к. если вы будете это реле подключать к электроэнергии водоворот, то в некоторых автомобилях есть функция открытия ворот с кнопки в салоне авто. Да и в целом еще один дополнительный канал управления реле это всегда хорошо. В инструкции подробно прописан пункт добавления пульта или множества пультов, а также удаление их. Давайте добавим пульт, проверим и удалим его. Удерживаем вторую кнопку, пока светодиод не загорится синим цветом. Есть. И длительно удерживаем кнопку на пульте дистанционного управления. Все, пульт добавлен. Проверяем работу. Чтобы удалить все пульты, необходимо эту же кнопку удерживать более 15 секунд. Вот такой получился интересный реле. Достаточно простой в настройке и выполняет положенную на нее функцию, а именно замыкание контактов или коммутацию нагрузки до 10 ампер. Можно использовать для удаленного включения электрокотла, замкнув контакты на плате. Можно удаленно управлять бытовыми приборами. Но основа для меня плюс – это возможность работать в толчковом режиме. То, как раз то, что надо для открытия привода ворот или калитки с электрозамком. Если видео для вас было полезным, пожалуйста, поставьте лайк. Также не забывайте подписаться на канал, так как в следующем видео я буду делать простой электрозамок калитки умным и управлять открытием удаленно. И внизу под видео вы найдете не только ссылки на этот ролей, но также телеграм-канал, где вы найдете живое общение, а также купоны, новинки и прочие скидки на интересные товары умного и не очень дома. Всем всего хорошего, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok